Вы бы никогда не увидели это видео, если бы не одна случайность. Зимой моя знакомая Оксана пошла выносить мусор на помойку и услышала из бака душераздирающий крик. Из-под кучи хлама звали на помощь два маленьких беззащитных щеночка. В первую секунду Оксана растерялась, потому что у нее дома на тот момент уже была спасенная собака Ставтерьер помесной и щенок, тоже похожий на Става, которому к тому моменту было уже около трех месяцев, Альфа его выкормила как родного сына. Оксана щеночков накормила, искупала и уложила спать, но уже вечером мать Тереза Альфа перетащила их на свою подстилку и стала воспитывать как родных детей. Малышей назвали Миша и Маша. Сначала все было чудесно, полная идиллия, но потом в дом пришла беда, вирусный энтерит. Малыши заболели оба. Сначала заболел Миша, очень тяжело, мы его буквально вытаскивали с того света. Очень помогли читатели Дзену, спасибо огромное. А позже заболела Маша. К счастью, малышку тоже удалось спасти. Щеночки подрастали, Мишу забрали очень быстро люди из Курска. А вот Машенька по сей день находится у Оксаны и ждет своего часа. Сейчас я хочу вам показать архивные кадры, где они еще все вместе. Вот щеночек-подросточек, которого Альфа выкормила как своего, вырастила мальчика. Он, кстати, очень на нее похож, это, наверное, судьба. И вот малыши возле батареи греются. Помимо Альфы с щенками в квартире еще постоянно проживает котик и лабрадор Кирюха. Но, что называется, в тесноте да не в обиде получился такой теремок. Маленькая двушка и вот эти вот все зверюшки на каждом шагу. За хвост мамку потрепать, это вообще святое дело. Кстати, это, по-моему, у нас Мария, хотя они с Мишей очень-очень были похожи. Вот скажите мне, люди, как мы могли докатиться до того, что кто-то спокойно может просто взять и выбросить живое существо в мусорный бак? Просто как хлам, как ненужную вещь. Как они потом с этим живут? Воспитывают детей? Кого они могут вообще, в принципе, воспитать люди, которые выбрасывают живое существо на помойку? Я больше чем уверена, что если бы Оксана в тот момент не принесла мусор, то вряд ли бы их вообще кто-то оттуда вытащил с нашим курским менталитетом особым. Вы знаете, как это вообще называется? Это называется духовное обнищание. Для людей стала не цена чья-то, чужая жизнь. И не важно, человеческая она там или жизнь кошечки-собачки. Если для человека не важна жизнь живого существа, не важно какого, то и на людей ему, в принципе, пофиг. Ну да ладно, вернемся к Марии. Вот вы видите Машеньку, ей уже тут где-то 2,5, ближе к 3 месяцам. Она по-прежнему у Оксаны. Играется со своей приемной мамкой и игрушечной курицей. Вот такая сладкая курочка. Маша с ней не расстается. Надо заметить, что Машуля растет очень большой умницей. Она включилась к пеленочке. То есть туалет она ходит на пеленку. Альфа ей передала все свои лучшие качества, став терьерские. Она уже охраняет квартиру и Оксану, и Оксану дочь. То есть вот такая вот девчонка-защитница растет. Сейчас Машеньке уже 3 месяца. Она прошла первую вакцинацию. По-прежнему мама за ней ходит хвостиком. Мы все время вместе. Альфу тоже почему-то никто не хочет брать до сих пор. Хотя собака замечательная. Тоже многое прошло. Изначально она жила у цыган. Потом они продали ее за 100 рублей какому-то алкоголику. Дальше он узнал, что она беременная. Выбросил ее на улицу. Потом волонтеры ее стерилизовали. И Оксана оказалась в это время в клинике. И просто не смогла собаку оставить. И забрала тоже к себе на передержку. А вот тут под столом отдыхает Кирюша. Хозяин данной квартиры. Он очень гостеприимный парень. Вот опять маршрутка-балавница. Девчонка растет очень сообразительная, жизнерадостная, позитивная. Она очень хорошо ладит с котом, с тем же Кирюшей, со всеми собачками. В общем, мне кажется, она бы влилась в любой коллектив. Девчонка растет очень сообразительная. Конечно, и Машулька, и Альфа были бы счастливы остаться у Оксаны навсегда. Потому что их абсолютно ничего не смущает. Они любят друг друга. Но условия просто не позволяют этого сделать. Потому что очень маленькая квартира. И по финансам женщина не тянет. Плюс на передержке, на платной, ее еще ждет собачка, которую кроме Оксаны точно никто не заберет. И мы сейчас просто вынуждены продолжать поиски дома для Альфы и Машули. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что мы не сможем найти им один дом для двоих. Хотя это было бы идеально. Поэтому по одиночке хотя бы по одной собачке. И хотелось бы уже, чтобы они наконец были счастливы. Очень обидно за Альфу тоже, потому что она уже фигурирует у меня в трех статьях на Дзене, в трех видео. И до сих пор ни один человек со всей России не захотел ее приютить. Хотя она просто супер собака. Без всякого пафоса хочу сказать, что Альфа это собака-герой. Это собака-защитница, нянька, мать. Более благородного существа, чем она, вообще придумать сложно. Это собака, которая никогда не предаст и не обидит слабого. Ну а Машуля с пеленок пытается подражать своей маме и уже многому у нее научилась. У Маши даже ушки встали. Она стала еще больше похожа на свою приемную маму. Посмотрите на это чудо маленькое. Но неужели она правда никому не нужна? Объявление на Авито висит мертвым грузом. Несмотря на то, что я его поднимала и проплачивала, никто не обратил на Машу внимания. Быть может, среди вас найдется добрый человек, который приютит Машеньку, либо ее маму Альфу. По поводу расстояния не переживайте. Мы готовы привезти собачку в ваш город, лишь бы у них наконец появилась семья. И свой дом, откуда не выбросят, как ненужную тряпку. Если вы ответственный человек с добрым сердцем, то звоните в любое время дня и ночи, и мы с вами решим, как провернуть эту спецоперацию. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а